Выход озвучки этого интервью стал возможен только благодаря спонсорам и подписчикам на Патреон. Если вы также поддержите наш канал, то мы сможем перевести и другие интервью. Ссылка в описании. Спасибо. Синдром Туретта или Туретта – это неврологическое расстройство, характеризующееся непроизвольными необычными движениями или компульсивными выкриками, известными как тики. Первые упоминания синдрома Туретта часто отсылают к книге 15 века под названием «Молот ведьм», которая описывает случаи священника, чьи тики в то время считались результатом одержимости дьяволом. Сегодня около 200 тысяч американцев страдают тяжелой формой синдрома Туретта. И около 1% всего населения Земли имеет легкие симптомы этой болезни. Меня зовут Энтони Падье. И сегодня я собираюсь встретиться с людьми, у которых синдром Туретта, чтобы узнать правду об этом очень сложном расстройстве. Люди с синдромом Туретта, они гордо принимают своё расстройство как какое-то уникальное отличие. Или же их непрекращающиеся внезапные тики заставляют жить их в постоянном стрессе, из-за чего они не могут расслабиться и найти момент покоя в собственном теле. Я провёл день с людьми с синдромом Туретта. Привет, Сэмуэль. Как дела? Энберли. Энтони, привет познакомиться. Привет. Привет. Энтони-то. Спасибо, что пришли и просветите меня о чудесном мире синдрома Туретта. Да, посмотрим. Так, кем вы себя считаете? Ещё одним человеком с Туреттом или же у вас синдром Туретта? Да, я просто знаю, что у меня синдром Туретта. Да, у меня синдром Туретта, но я не думаю, что это основное во мне. Я занимаюсь комедией. И я просто бы цепенел, если бы это как-то на меня влияло. Так что если ты даже сейчас задёргаешься, я на это внимание брошу. Я уверен, я уверен, мужик. Как бы ты описала болезнь Туретта? Я бы сказала, что в основном это попытки постоянно справиться с отсутствием контроля над твоим телом и словами. Да и просто ориентироваться в окружающем мире, когда люди не понимают, как это работает. Это неврологическое расстройство. Так что мой мозг и моя нервная система не коммуницируют. Будто один требует молочный коктейль, а другой смузи. Два невероятных варианта. Да и очень полезных. А потом моё тело резко такое «Хочу бурдер!» Подходит ли термин «тики» при описании Туретта? Да, я их «тиками» называю. Да, немного дёргаюсь. Вербальные «тики» вы ещё услышите в микрофон. Какие у вас самые частые «тики»? Ну, в смысле, ну, в смысле, вы же видите, что когда я говорю, я как человеческий болванчик. У меня голова трясётся, постоянно двигаются плечи. Иногда издаю звуки, как будто вода капает. У меня сжимается челюсть. Тик кашлем, и вроде того. Я, когда был моложе, всегда выглядел удивлённым. У меня глаза были очень сильно открыты. Вроде как... Я ещё тогда был вожатым в лагере. Мне было 16, и мне было так неловко, и... Я постоянно крутил запястье. У меня появился новый. Тик тела, вроде такого. Я будто им хрустнуть пытался. Ох, да? На сцене это выглядит особенно странно, но я люблю это объяснять. Можете описать, что такое тик для тех, кто сейчас смотрит и понятия не имеет? На что это похоже? Это будто когда вы болеете, и вам хочется покашлять. Вы чувствуете медленный позыв, чтобы покашлять, и если он маленький, вы можете его подавить. Но чем больше вы пытаетесь его подавить, тем более некомфортно он становится, и накапливается, накапливается, накапливается. А потом вам реально нужно закашлять, и просто начинается огромный приступ кашлям. И, возможно, бывают моменты, когда вы можете его подавить, но иногда моментами это просто неожиданный взрыв. Вроде того, иногда бывают моменты, когда ты чем-то занят, например, занимаешься спортом или музыкой, и в эти моменты... Это всё не проявляется, но... Угу. ...в остальное время с ними очень сложно справиться. Есть ли что-то, что... Провоцирует... Прости. Это он... Это он... Не извиняйся. Это он... Извини, что ты говорила? Не, не извиняйся. Чувствуешь ли ты, что тебе нужно извиниться, когда у тебя определённый вид тиков? Это просто рефлекс. Просто рефлекс. Даже если мне скажешь, что мне не нужно извиняться, я всё равно это буду делать. Это что-то вроде инстинкта, когда... Я знаю, что всё в порядке, но мне всё равно неловко, что я делаю что-то неуместное. Я не чувствую себя хорошо из-за того, что это неуместно. И кажется неправильным не придавать этому значения, чтобы люди знали, что это не то, что бы ты хотела, чтобы случалось. То есть тебе приходится извиняться за то, какая ты есть? Да, если честно. Но, как и говорила, я не ассоциирую себя со своим состоянием. Я не вижу, что мой Туретт это я. Я вижу это как свой вызов. У всех есть вызовы. Меня не делает тот факт, что я с этим сталкиваюсь. Я как-то так с этим не справляюсь. Есть что-то, что делает синдром Туретта лучше или хуже? Много эмоциональных триггеров, связанных с синдромом Туретта. Многие из нас случайно узнают, что любопопубая сильная эмоция, может его усилить. Вещи, на которых можно сосредоточиться, помогают при синдроме Туретта. Некоторые могут спеть даже целую песню без единого тика. Для меня это свист. Я когда насвистаю какие-нибудь мелодии, тогда могу справиться с тиками. И ещё когда сосредоточена на собственных мыслях. Когда вы впервые осознали, что у вас синдром Туретта? Мне вроде было 4 годика. Я помню, как сидел на кровати родителей. И это было самое безумное чувство. Я был один и смотрел телевизор. Так. И почувствовал, будто призрак тянет меня за лицо. Да? Это было каким-то сумасшественным. Потому что я до этого не чувствовал ничего подобного. Я никогда раньше не дёргался и ничего подобного не было. А теперь оно началось, и тебя как будто кто-то дёргал. Вправо. И оно никак не прекращалось. После первого раза. Оу. Это было пугающее ощущение. Оно продолжалось снова и снова. И я просто начал плакать. Я кричала и звала маму. Ты не хотел этого, но она сама продолжалась. Да, да. Было чувство, что оно вышло из-под моего контроля. Да. Ага. И она отвела меня к врачу. Там и сказали. У вас Туретта. Я думаю, а чё это такое? Да? Чё мне делать с этой информацией? И правда. Мне сказали, что когда теперь ко мне в школе будут дети приставать, я могу говорить, у меня Туретт. И я такой. У тебя появилась защита. Да, да. И я сказал, что вы, видимо, не понимаете, как работает школа. Это не то, что заставит детей перестать бить вас. Дети такие. Оу, мы понимаем. Да, да, да. Туретт, говоришь? Оу. Интересненько. Моё прошлое было достаточно свободно. У меня было не так много нормального образования. Так что у людей было не так много возможности обратить на меня внимание. И что со мной происходит что-то не то. Больше я это за собой замечала. Они поставили мне диагноз, когда мне было 23, нет, 24 года. Но точно мне сказали, когда мне вспомнились 26. И ты жила 26 лет не понимая, что с тобой? Когда я была моложе, люди не так сильно это считывали. Когда у меня было 9 или 10, я делала вот это и смотрела в потолок. Родители говорили, эй, прекрати. Не нужно так делать. Ничего себе, да. Они думали, что это плохая привычка и видят бог, они не знали. Да? Но чем старше становился, тем больше это происходило. И происходило, я сказала маме и папе, я не могу это контролировать. Я пошла к неврологу и он сказал, что не будет ставить мне диагноз, потому что не хочет, чтобы надо мной издевались. Постой, то есть они хотели тебе официально ставить синдром Туретта, потому что думали, что он тобой будет издеваться? Да, и при том, когда ты двигаешься, вот так люди спрашивают, зачем ты это делаешь? Не знаю, танцую. Как ты отреагировала, узнав, что тебе поставили синдром Туретта? Я была безумно рада, потому что я росла, когда меня наказывали за Туретт. У меня были тики, это выглядело, будто я не слушаюсь или привлекаю внимание. Я сломал руку, когда очень-очень плохо ехал на велосипеде, и мой папа отнёс меня в дом, а моя мачеха сказала, она не сломана, она просто внимания привлекает. Она всегда так делает. Она тряхнула мою руку, и та издала хруст, и она, может, нам стоит сходить к врачу, на всякий случай. Потом она в машине говорила, ты, если будешь шуметь, богом клянусь, когда вернёмся, ты до самой ночи будешь стоять в углу. И я испугалась. И когда мы приехали в больницу, мне дали маленькую карточку. Там были смайлики, потому что я была ребёнком, и я указала на самой счастливой, потому что я посмотрела на мачеху и подумала, не, я лучше не буду шуметь. Так что они затянулись рентгеном. Врач такой, ребёнок же кричал бы и показал на грустное личико. Но сделали его на всякий случай и сказали, ваш ребёнок танк. В таких ситуациях я оказывалась. И когда мне наконец-то поставили диагноз, я поняла, что никакая терапия бы мне не помогла. Это была не моя вина. Это доказывает, что это была не моя вина. Потому что временами я... Тааак... Я не знаю. Бесилась на себя, говорила себе, почему я делаю эти странные вещи. А теперь стала свободней. Вы с гордостью говорите людям, что у вас синдром Туретта, или же это больше секрет? Раньше я этого стеснялся, у меня внутри была какая-то неловкость, как будто у кого-то на лице еда, и ему об этом не говорят. Я был этим человеком. Но потом я стал тем, кто старается тебя предупредить о том, что будет, когда мы знакомимся. Чтобы это не стояло у нас на пути, и мы могли двигаться дальше. Над вами когда-нибудь издевались из-за синдрома Туретта? Всё началось, когда мне было 13. Я просила маму, чтобы я пошла в школу, так как я была на домашнем образовании. И когда я наконец пошла в школу, надо мной очень сильно издевались. И в последний день, когда я была там, 4 парня, мне было 13, а мне было 16 или 17, как мне кажется. И они избили меня до потери сознания, и я очнулась в медпункте. Эти дети, которые избили тебя, как думаешь, они избили тебя из-за синдрома Туретта, из-за того, что ты выделялась, или из-за чего-то другого? Я думаю, возможно, из-за того, что я казалась им антагонистом. Я щипала людей за руки и говорила оскорбительные вещи. Очень оскорбительные вещи. И хуже всего то, чем крепче у меня связь с кем-то, чем крепче дружба, тем будет шансов, что это произойдёт. И это происходит. Так что, к сожалению, наскоки пощёчины и вот всё такое. Так что, думаю, я просто случайно начала драку и плохо себя повела. Мне даже для себя-то сложно это объяснить. А так, говоришь, прости, я не знаю, зачем это дело. Насколько сложно объяснить, что такое Туретт человеку, который понятия не имеет, что это такое? Я думаю, это сложно из-за медиа, потому что людям теперь кажется, что Туретт – это беспорядочные проклятия, ругань и копрололия. Да. Поэтому людям, может быть, трудно понять, что я не могу просто контролировать движения и звуки. Но как только они вникают в биологические причины, им становится легче, становится легче понять. Люди не понимают, люди не понимают синдром Туретта. Люди делают вырезки из того, что я говорю во время тиков. И говорят, посмотрите на этого ужасного человека, который при детях говорит расовое оскорбление и получает за это деньги. И недавно я была в центре огромного скандала, сказав слово на букву N. И люди были в ярости, и мне пришлось обращаться к ним через YouTube. Звучит так, что люди дразнили тебя и пытались вытащить с тебя эти слова, которые ты не хотела произносить, чтобы устроить охоту на вень. Многие люди не понимают, что они могут вызывать тики. И... У меня не было тиков из N-слова, пока я не начала стримить. И первый год не было тиков из слова на букву N. Почему у нее нету тика на N-слова? Ну, потому что другой тик не может привести к бану. Это доказательство фейка. И вот так размышляют некоторые люди, думая, что это все фейк. Потому что у меня не было тиков, за которые забанят. А потом пытаются забанить, когда тик получается. Да. И именно так не получилось. Ты никак не победишь. Нет. Как думаете, почему людям так сложно понять синдром Туретта? Потому что у них его нет. Да. Я имею в виду, что если у вас чего-то нет, вам правда сложно поставить себя на место другого человека. И перенять весь его опыт. Даже если я скажу, что я дергаюсь, ты и правда поймешь, что я дергаюсь, но ты не видишь весь мой день. Да. Когда я пытаюсь, например, говорить с человеком. Переживаю, что я веду машину и дергаюсь. И другие мелочи. Вы часто пытаетесь контролировать собственные тики? Не особо. Мне кажется, когда ты беспокоишься по этому поводу и не хочешь, чтобы это происходило, это происходит чаще. Чем больше навязчивых мыслей, что ты не хочешь чего-то делать и говорить, тем больше шансов, что это произойдет. Так что, когда я пытаюсь с этим справиться, я просто больше убеждаюсь, насколько это плохая и страшная вещь. Чем больше я это делаю, тем больше тиков. И это неприятно. Чем ваша повседневная жизнь отличается от жизни человека без синдрома Туретта? Я пошла мыть туалет и кинула в него телефон. С этим вообще какая-то беда. Я роняю напитки на полу. Самое раздражающее, когда приходишь к кофейню, тебе дают кофе и ты просто «Спасибо!» И выливаешь его на пол, смотришь в глаза и такие «Сука!» Боже мой! И как на это реагируют? Я живу в маленьком городе, так что каждый магазин и каждая кофейня, в которой я хожу, уже знают меня. Даже почтальоны уже знают обо мне. Так что ни для кого это не сюрприз, а некоторые просто хихикают. Почтальоны и курьеры, наверное, предупреждают друг друга обо мне. Я их обычно шлёпаю по рукам. Если они наклоняются, я шлёпаю их. Это довольно удивительно. Бывает и первый, и второй удар. Интересно, что тебя это заинтересовало, потому что люди обычно спрашивают и... Правда? Ну вот если кто-то знает, что у меня тик, и медленно наклоняется, чтобы заставить меня шлёпнуть его по заднице против моего желания... Оооо... Так кто из нас подвергает кого сексуального насилия? Значит, если у тебя турет, то ты можешь подвергаться сексуальному насилию, совершая действие. Да. Я и преступник, и жертва. Ты так считаешь? Я считаю, что ужасно использовать чьё-то неврологическое расстройство с целью сексуального контакта, и это очень плохо. Мне не нравится такое от незнакомцев. Здравствуй, зад! Я бы предпочитал, чтобы люди так не делали. Должны быть границы, если вы знаете, что у человека тик. Да, да, так что просто попросите пошлёпать вас по заднице, если вы так этого хотите. Да. Мешали ли твои тики в каких-нибудь серьёзных ситуациях? Я ходила в суд, и у них есть такая маленькая штука, которая сканирует тебя на оружие и прочее. И... А-а-а! Когда я проходила, они сканировали меня на металлические предметы. Я встретилась глазами с девушкой, которая это делала, и сказала... У меня бомба! Прикинь! Нет! Начальник службы безопасности засуетился. Ты не можешь такого говорить, и типа ты даже не можешь шутить об этом, понятно? А я просто... У меня турет, мне правда жаль. И он такой, ладно, но это ненормально, потому что терроризм и всё вот это вот. Но он не дал мне фразу договорить. И если упрекаешься мне что-то не делать, я буду делать это только больше. Так что это был очень интересный день. Какой самый неловкий или худший тик из всех, которые у вас были? Я стоял за столом рулетки, и там было ещё человек восемь вокруг, так? Крупье заряжает шарик, мы выкладываем все свои фишки. Я отпиваю немного своего пива, и у меня появляется новый тик. Чё-то вроде... Будто я прочищаю горло, и у меня постоянно двигается грудина. И не только это пиво, но и всё пиво, которое я пил в казино, всё вылетает у меня изо рта. И я... И я... И я на стол? Нет, оно вообще всё забрызгало. Оно забрызгало казино. Нет! Это было похоже на фонтаны Беладжио из моего рта. Ты стал... Как будто на всё поставил. Да, все... Я не знаю, почему я решил отыграть эту тупую шутку, но я начал делать вид, как будто я не при делах. Просто... Просто такой... Люди должны были просто такие... Ох уж это цемы! Ищет, ищет, кто это сделал. Мы знаем, это был твой род. Крупье просто такой... Эй, чувак, чё за... Он был весь забрызган. Весь забрызган. А я не понимал... Фух! Я сделал маленький глоток пива. Я не знаю, как так получилось. Он смотрел на меня, мол, какого дьявола? И я только мог сказать, у меня Туретт, простите. А он такой, ты не похож на парня, у которого Туретт. В смысле? Да, и я так же подумал, типа, как я выглядел? А он говорит, ты выглядишь как человек, который проиграл, я плевал мне. Да. Прежде чем мы узнаем чуть больше о чудесном мире жизни с синдромом Туретта, я нашёл момент, чтобы сказать, что вы, наверное, заметили чудесную трансформацию моей прически по ходу всего этого видео. Мы уже записали половину этого интервью, когда начался этот глобальный кризис. И сейчас я общаюсь с Анитой удалённо. Она планировала быть на съёмке лично, но за неделю до её вылета рейсы начали отменять, объявили локдаун, и личные встречи уже просто не могло состояться. И с учётом всего этого, большое спасибо, если как-нибудь поддержите эту серию и привыкнете к дистанционным интервью, пока не станет безопасно здесь сидеть снова с живыми людьми. Я очень скучаю по живому общению, но ничего меня не остановит, понятно? Мы продолжим снимать, ведь шоу должно продолжаться. И, конечно, спасибо вам, спасибо гостям, всем причастным к этой съёмке, и всему сообществу, что доверили освещать мне эти темы. Это всё, что я хотел сказать. Давайте вернёмся в чудесный мир жизни с синдромом Туретта. Считаете ли вы Туретт для себя какой-то помехой? Когда был моложе, то да, конец считал. Я считал, что меня от многого удерживает, и, видимо, во многих вещах использовал как оправдание. Но сейчас, наверное, как благословение. Вы чувствовали когда-либо, что вас недооценивают из-за того, что у вас Туретт? Когда я стала футбольным вратарём, и очевидно, что в меня летятся мячи, и мне нужно быть постоянно сосредоточены. Да. Но люди сомневались в том, смогу ли я быть сфокусированной, играя на этой позиции. Так. Я доказала, что они неправы. Вообще, в жизни, да. Когда я собираюсь что-то сделать, и некоторые знают, что у меня болезнь Туретта, они сомневаются, что вообще смогу это. И я хотел в индустрию развлечений. И я хотел выступать. На ТВ-шоу или в этом роде, и я думал, что это будет классно, и это будет весело. Ты не можешь, у тебя Туретт, они будут думать, что ты притворяешься. А когда я попал на телевидение, я подумал, да пошли вы. Потом начали говорить, ты играешь в парень Синдром Туретта, и я подумал, вы были правы. Всё, в то время вы были правы. Было ли что-то, в чём Синдром Туретта помешал он сделать из того, что вы реально очень хотели. Был очень классный парень. Он заплатил за меня на уроках вождения. После решил меня выручить и стал моим инструктором. Я очень рада, что он был в машине, потому что он много расшёл на тормоз. Меня не покидали мысли свернуть с дороги и... Ааа, такие вещи, которые очевидно шли от какого-то тика. И я постоянно выкручивала руль и пыталась врезаться в стены. Только совсем храбро согласится со мной ездить. И он взял ещё одного поклонника стрима, в который хотел пообщаться. Так что у нас было трое в машине, и я повернулась ко всем и спросила... Вам нравятся аварии? И они просто об***лись все. О, мой бог. Это не обязательно происходит? Или ты чувствуешь это, или ты хочешь это сделать? Или твой мозг прям подталкивает тебя исполнить этот позыв? Да, иногда. Он иногда может так быстро вспыхнуть, что я не пойму его приближение. То есть ты не можешь предотвратить опасность, которую он несёт? Да, я живу на побережье. И всё время провожу с друзьями на пляже. Если мы пойдём к скалам, я предупрежу, что ты должен держаться подальше от меня, потому что я могу тебя столкнуть. Я этого даже не пойму, так что не надо. И там вот такой вот уровень осторожности. И это жутко, насколько это может быть опасно. Сторой этом сложно найти и сохранить работу. Никто не хотел нанимать кого-то вроде меня, потому что не было объяснения моему поведению. Я просто выглядела странной. Так что работы не было, я была безработной большую часть своей жизни. Это было очень долгое путешествие, чтобы понять, как зарабатывать деньги и стать самодостаточной. Я стримила как хобби, и это стало моей работой, и это всё, что я могла делать в своём состоянии. Как вы относитесь к тем, кто осуждает людей с синдромом Туретта? Ты должен понимать, что к людям с синдромом Туретта не относятся как к инвалидам, к ним придираются. Правда. Постоянно. Они будто не хотят даже понимать. Да, да, ты прав, но просто попробуйте разницу почувствовать. Мне всё равно. Меня люди осуждают не из-за моих ошибок. Я же это не выбирала. Меня не определяют вещи, которые я не выбирала в себе. Меня определяет то, как я справляюсь со своими проблемами. Оникс Литтон хочет знать, какой у вас был самый болезненный или раздражающий тик. У меня был один, в котором я закрывал глаза очень-очень сильно. Открывая в меня, размывалось зрение. И это очень сильно негативно влияло на мою жизнь. Да, это, наверное, очень мешало, если ты вёл машину или типа того. Да, да, слава богу, мне было шесть. Да. Я был бы одним из тех, кто хорошо водит на машину, но всё равно ловит каждую стену. У меня когда было сотрясение мозга, было больно постоянно так головой делать. Твой мозг не думал, нахуй это. О, да, я он стопроцентно думал, ты чё творишь? Прекращай! Я так сильно ударил себя по челюсти, что она теперь чуть-чуть выступает. Другая чуть повыше. Потому что я просто очень много раз била себя сама по лицу. Женщина-кошка хочет знать, насколько тяжело вам уснуть. Бывало тяжело. Раньше, когда я был моложе, потому что я очень много дёргался и сильно на этом циклился. Так. А теперь это не так сложно. Я засыпаю, как обычный живой человек. Если у меня стрессовый день и было много тиков, то это занимает больше времени. Когда у меня голова двигается назад и вперёд, пытаюсь избавиться от позыва делать это в шее. Но кроме меня нет никаких проблем с этим. На стримах мы зовём мои тики Терренс. Так что Терренс засыпает на часок раньше меня. Мне кажется, мои тики утихают, когда я с ним устаю. И ему нужно около часа, чтобы проснуться после меня. Странненько. Так нравится, что... Эм... Это у всего нейрохимическая основа. Синдром Туретта связан с перенасыщением дофамина и серотонина в мозгу. И ваша нейрохимия очень сильно изменена, когда ваше тело спит. Влиял ли Туретт как-то на ваши отношения? Да, конечно. Я... У меня были тики в спальне. Я есть что-то не подразумевал. Я не говорю о сексе. Я даже не думал об этом. Правда? Потому что это самый частый вопрос, который мне задают на стримах. Серьёзно? Если у тебя тики во время секса. Мой ответ только, если это всё дерьмово в постели. Потому что... Эм... Я начинаю отвлекаться на другие вещи, и получается автозапуск. Так что... Любой, с кем ты вместе, теперь знает дерьмов лём в постели. Я могу сломать парня звуком капли. Я очень часто делаю этот звук капли. Вот этот. И... И когда я его делаю, он начинает трудиться усерднее. Мне было так неловко, когда я ударил одного парня между ног. Он при этом этого не хотел? Нет, он точно не хотел. Самое забавное, что я рассказываю эту историю людям на стримах. Многие на это пишут. Это окей, всё нормально. Для меня это нормально. Он не понял. Это от правдости. Не знаю, знаете ли вы, что означает, что секс был плох? Да, вот именно. Вот именно так. Как думаете, в чём самое большое заблуждение о синдроме Туретта? Самое большое заблуждение, люди думают, что это вербально. Они думают, что каждый синдром Туретта постоянно кричит. Да, да, они видели это в Соус Парке, и... Это суперизвестный эпизод. Да, да, люди повторяют. Да, 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 да. И шары, точняк. Много вырезок из серии Соус Парка, но когда вы слышите эти тики, это может вызвать собственные. Ваши тики будут похожи. Я не знаю, как это работает, но у меня появляются фейковые тики Кардмана, и это вызывает только ещё одну волну... П-п-п-п-п-п-п-п-п-подозрений и сомнений, которые я получаю. Так что... Да, да. Но из того, что я видела, это было... Эм... Довольно точно. Если нас сейчас смотрит кто-то с синдромом Туретта, есть ли что-нибудь, что вы хотели бы им посоветовать или сказать? Вы не должны определяться вещами, которые создают вам проблему. Но вас можно определить, как вы встречаетесь лицом к лицу с этой проблемой. Это ваш выбор. Кто вы есть. И вы сможете жить и быть положительной частью этого мира. Эм... Это не должно мешать вашему пути. Тому, как видят вас люди, и опять же, тому, что вас определяет. Вы определяете себя. Не вдавай этому тебя остановить. Делай то, что ты хочешь. Строй планы. Преследуй свои цели. Эм... Не думай о том, что ты не можешь что-то сделать. Как они будут на тебя смотреть, как они будут тебя воспринимать. Эм... Это ж... Ты сможешь, малыш. О, да. Это было хорошо. Все согласны? Аплодируйте стоя. Хорошо. Есть ещё последние... Штучки, которые я делаю в конце каждого интервью. Классная жопа. Спасибо. У меня есть прощальный подарок. Специальная майка для лучшего интервьюируемого. Которую можно купить в подилдошоп.ком. Но для тебя. Она бесплатна. Чувак, мне нравится. У тебя есть пять секунд, чтобы запромотить всё, что хочешь. Прямо в камеру. Давай. YouTube.com, SamLJ Camera, Twitter, Instagram, Facebook и другие платформы. Всё по моему имени. Посетите Tourette.org, чтобы знать больше о синдроме Туретта. Подписывайтесь на меня в Instagram, в Twitter, в TikTok. Там я об этом рассказываю. Вы можете пообщаться со мной на Twitch. Подписаться на YouTube, Facebook, Twitter. И буду рада, если вы поставите там лайк. Как вы убедили людей подписаться на Энтони Паде. А ну быстро! Подожди. Это всё мой синдром Туретта сейчас был. Большая смертельная энергия. Ну это тоже правда. Серьёзно. Спасибо огромное, Сэмэль. Тебе спасибо, мужик. Я стал понимать чудесный мир синдрома Туретта немного больше. Спасибо мне. Проведя день с людьми, живущими с синдромом Туретта, я понял, насколько эти люди терпеливы в постоянной борьбе с непрекращающейся стигматизацией из-за недоразумения, разбудившее это расстройство. Разве мы не должны делать больше, чтобы просвещать людей о таких вещах, как синдром Туретта? Чтобы мы могли понять и поддержать тех, кто отличается от нас. Увидимся, ребят. Жми лайк, сука. Был один пацан, когда мне было лет восемь, и он мне говорит, эй, я знаю, что у тебя есть. Он говорит, можно я к тебе после школы зайду? Я думаю, это странно. Чё-то это реально очень странно. Да, и вот мы сидим у меня в комнате, и он спрашивает, а где оно? А я как бог. Ты смотришь на это? Чё? И он такой, ты вообще о чём? И рассказывает про игру, где фигурки падают на другие фигурки. И до меня доходит, а, блин. Ты же говоришь про Тетрис. Он у меня тоже есть, но за то, что ты путаешь слова с ёбкой из моего дома. Туретт. Тетрис. Я никогда об этом даже не задумался. Да. Знаешь, звучит похоже. Врать не буду. Чтобы выходило больше серии интервью, поддержите, пожалуйста, нас на Патреон. Ссылка в описании. Спасибо. Огромная благодарность подписчикам на Патреон, благодаря которым вышла эта озвучка. А именно, спасибо. Евгений Дробович, Галактус, Юлия Смирнова, Андрей Перенец, Алекс Зи, Мелкор, Константин Мац и Нубар Алисимус. А перевёл и озвучил виски. Ага.